Эта техника не боится морозов. Вспышка любой болезни животных будет ликвидирована максимум за двое суток. Это только с виду обычный КАМАЗ. Он прошел специальный тюнинг по цели отряда. Машина-дезинфектор пройдет и в снег, и в бездорожье, а ее мощности хватит на крупную ферму. А главное, что дезинфекционная жидкость никогда не замерзнет. Мы ходим, прыскаем. Раньше прыскали эти установки комаров, а здесь она сразу заполняет длина фермы. Таких машин одна единственная в России. В 2011 году такой техники не было. И ликвидировать очавчимы свиней зимой в минус 34 градуса было крайне сложно. Тогда просто завести машину было победой. Теперь отряд специалистов в кратчайшие сроки доберется в любую точку Нижегородской области. На закупку техники ушло 36 миллионов рублей. Большую часть суммы выделили по властной целевой программе. Нижегородский опыт изучают делегации всех регионов Приволжского округа. Нижегородская область – это очень молодцы, они очень уникальные. Буквально они в течение часа-двух уже на месте. То есть еще не выходит указ губернатора, что нужно объявить карантин. Они уже работали, практически все мероприятия первые по локализации сделали, и уже болезнь дальше не идет. Сейчас вспышек заболеваний в регионе нет. Во многом потому, что Нижегородская область хорошо набила руку на опыте прошлых лет. И сейчас, когда есть все необходимые ресурсы, предотвратить эпидемию можно буквально на корню. Любая крупная эпидемия – это миллиарды убытков. Деньги потеряли во многих регионах страны, где теперь будут внедрять наш опыт. Можно вкладывать сотни миллионов рублей, но возникнув одному из особо опасных заболеваний, придется ликвидировать и поголовье, и нести огромные колоссальные убытки. Поэтому тот пример очень положительный, позитивный пример, который мы сегодня увидели. Мы сегодня очень приятно впечатлены от увиденного. Пожелать хотели бы дальнейшего развития ветеринарной службы Нижегородской области и той же поддержки и губернатора, и правительства Нижегородской области. Мы собрали специалистов, руководителей Росельхознадзора и Государственных ветеринарных служб субъектов Российской Федерации и Приволжско-федерального округа, для того, чтобы вот этот практический опыт организации мобильных противоэпизотических отрядов перенести на следующие субъекты. И выиграют от этого все – фермеры при хозяйствах и покупатели, которые не чувствуют ни перебоев, ни скачков цен на мясо и мясную продукцию. Виктория Кузьмина, Антон Ганин, Объективно, ННТВ.